Парад смерти Другой вариант названия Шествие смерти Что это такое? Если посмотреть один лишь опенинг, то может создастся впечатление, что это ироничная, немного готическая комедия, где в центре всего будет играть смерть. Эдакая околоэкранизация всего My Chemical Romance. Но это обман. В итоге мы получаем кардинально другое. Есть место, куда попадают только что умершие люди. Попадают они сюда, чтобы предстать перед судом, где будет решено, отправятся они в рай или ад, что выполнено в виде некой игры, которая должна вскрыть внутренний мир играющего. Каждая серия представляет собой отдельный суд над различными новоприбывшими, плюс присутствует небольшой сквозной сюжет. Это вся фабула, но ее универсальность позволяет выдумывать все, что угодно на данную тематику. И вот как раз о тематике я хочу говорить в первую очередь. Сериал. Представьте, что вы пришли на лекцию по философии, где темой является смерть как нормальная часть жизни и все вытекающие из этого подтемы. Такие как принятие смерти, ценность жизни, нахождение своего смысла в жизни и так далее. Но эта лекция не то скучное и длинное нечто, с которого хочется уйти, а действительно увлекательный и говорящий простым языком монолог. Пропитанные эмоциями, экзистенциальные размышления с простой, иногда непростой, моралью, обернуты в легко воспринимаемую обертку. Здесь есть определенные странности и противоречия в лоре и самой конструкции вселенной. Но мне это совсем не мешало, потому что они не связаны с главным, ради чего я стал смотреть парад. Центральной темой. Суды, то есть испытания, выполнены уникально. Повторяется здесь только то, что всегда все не так просто, как может казаться на первый взгляд. Можно обвинить авторов в поворотах ради поворотов, но какая разница, если они адекватно вписаны в свои мини-сюжеты и работают, а также сильнее подчеркивают идеи и тематики сериала. Вообще, считаю, что местная игра – это пила, сделанная правильно. По крайней мере, тоньше. Пила говорит о ценности жизни слишком грубо для уже совсем конченых, которые по-другому не поймут. Это я о персонажах, а не зрителях, если что. DP работает не так грубо, на чисто психологическом уровне. Кому-то может показаться очень спорным местный метод судейства, но для этого и существует сквозной сюжет, который в полном объеме захватывает это противоречие. Что еще у нас в сюжетной части есть? Ах, да, очень мало интриги в сквозной истории. Почти сразу же понятна роль помощницы судьи протагониста, а с середины уже можно и концовку предугадать. Но это не проблема. Не думаю, что перед авторами была задача устроить большую тайну. Это тот случай, когда процесс важнее исхода. Также довольно важной частью являются персонажи. Главные герои – судья Деким и его безымянная помощница. Это очень прикольный концепт. Тот, кто должен судить людей – безэмоциональное бревно, которое по определению должно делать неверный вывод. Из-за того, что опираясь на одну лишь логику, нельзя понять человека. А помощница как раз и должна направлять его в верную сторону и вообще учить этому пониманию. Через взаимоотношения этой пары создатели поднимают еще одну тему, проходящую красной линией через весь сериал. Но ее я не стану называть, ибо так неинтересно. Пара хорошо сыграна и вообще классно смотрятся вместе. А еще мне очень нравится, как сильно Деким изображен в виде паука, плетущего сети и манипулирующего игроками. Второстепенные персонажи включают в себя целый набор. Руководитель Нона, еще один судья Гинти, информатор Куин, заведующий элеватором Клавис, хер пойми кто Окулус, а также несколько спойлерных действующих лиц. И не забываем про испытуемых. Все они архетипы, про них нам рассказывают либо мало, в случае с работниками этой загробной перегонной, либо минимально, но достаточно, чтобы это работало на историю, в случае с умершими. Несмотря на свою чисто функциональную роль, сыграны все эти персонажи на достойном уровне. На уровне аниме, имейте в виду. Визуальный стиль у Дипи на любителя, но я среди этих любителей. Мне нравится и то, как он нарисован, и то, как он анимирован. На самом деле, все здесь упирается в чистую субъективщину, нравится ли именно такой стиль рисунка. Если брать более объективные вещи, то фоны нарисованы хорошо, и в них немало деталей. В самом дизайне мест присутствует символизм, куда ж без него. Смонтирован сериал, хоть и часто так, чтобы не договаривать правду, но вполне хорошо. Бывает, что не хватает изобретательности в работе с камерой, но, возможно, это просто мое постоянное желание видеть что-то небанальное в кино. Говоря о музыке, нельзя отрывать ее от АУПИ и ИДИ. Про опенинг я немного уже сказал. Он призван обмануть и дать кардинально другое впечатление о сериале, однако в мелких деталях он все же чуть-чуть дает правды насчет сюжета и его тона. Но это сильно маскируется музыкой на фоне, которая тоже тот еще обманщик. И только сам текст говорит об одной из важных тем сериала – жизнь в твоих руках, и ты решаешь ее ценность. Это, конечно, округление, но в целом вещь правдивая. А вот эндинг в плане эмоционального импульса работает гораздо сильнее. В чем фишка? Каждая история «Суд» говорит об одной небольшой грани жизни и смерти. И в своей развязке она прямо выплескивает весь экзистенциализм из себя в зрителя. А сразу после этого наступает эндинг, который своим сочетанием визуала и песни бьет тебя как молотком по голове. «Ласт Театр» прекрасна, и если бы у смерти был саундтрек, то он наверняка являлся бы этой песней. Парад смерти – очень неплохая вещь. Если пытаться оценивать ее максимально объективно, то там есть немало проблем. В основном с выстраиваемой вселенной и ее логичностью, если бы она действительно существовала в таком виде. Но я тут никогда не претендовал на объективность, а сериал мне понравился, так что вот так. Это абсолютно точно на любителя, и нужно посмотреть всего лишь первые две серии, чтобы понять, подходит оно вам или нет. Ищущий найдет здесь интересные вещи, а обычный зритель может получить довольно трогательную историю о неверных поступках, которые приводят к трагедиям, но которые нужно уметь принимать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok